Саляма ибн Кухайль Саляма ибн Кухайль рассказывает, «Изаид ибн Уахб провел меня по всем местам. Когда мы оказались у моста, он сказал, «Мы встретились», а хариджитами тогда командовал Абдуллах ибн Уахб ар-Расиби». Есть фраза, которая упоминается в контексте этой истории, и она приходит с Сахихи, имама-муслима. И эта фраза объясняет, по моему мнению, большую историческую проблему. Проблема следующая. Среди итогов битвы при Нахараване то, что из армии Али ибн Абдуллиба было убито лишь два человека, а из числа хариджитов выжило максимум 10 человек. Обратив внимание, две армии сходятся, и в армии Али погибло лишь двое, а противники почти все были убиты. В некоторых версиях приходит, что живых осталось лишь четыре человека, или восемь человек, даже до десяти не дошло. Не скрою, у меня появился вопрос. Эти потери со стороны хариджитов не были результатом трусости с их стороны. Если человек почитает исторический контекст, то увидит, что они отличались удивительной смелостью. То есть проблема была не в этом. Сейчас попробуем объяснить этот факт. Относится ли он к секрету Аллаха, и является ли это своеобразным чудом, что Аллах предопределил уничтожение войска хариджитов и спасение иракской армии. Когда я наткнулся на эту версию предания, я увидел решение для этой загадки. И человек сможет объяснить это не чем-то сокровенным, а на основании реальных вещей. Эта версия удивительна, и это было хитростью Аллаха против хариджитов. Передальчик хадиса говорит, когда они достигли места Абуллах ибну Аб-Ар-Расиби, которого называли Зус-Сафанат. Сафанат – это вид изъяна в руке, когда она похожа на стопу верблюда от множества поклонения. И он был предводителем хариджитов. Он сказал им, бросайте копья и доставайте мечи из ножен. Это удивительно, что же произошло. Абуллах ибну Аб-Ар-Расиби приказал отбросить копья и использовать в битве лишь мечи. Когда я дочитал до этого места, я подумал, каково основание такого решения? У тебя есть определенное оружие, почему ты берешь одно оружие и оставляешь другое, почему не использовать оба? Удивительно, и это указывает на хитрость Аллаха против них. Он сказал им, ибо поистине я боюсь, что они станут увещевать вас, как день харруры. В чем вопрос? Проблема в том, что когда сражаешься на копьях, представь, что Абуллах ибну Аб-Ар-Расиби боялся, что иракская армия, в котором были сподвижники и таби-ины, будут говорить со своими противниками, потому что копья длинная и есть возможность что-то сказать друг другу. Например, бойся Аллаха. То есть может произойти разговор. В отличие от ситуации, когда сходятся в битве на мечах. Тогда у них уже нет возможности вести диалог. Абуллах ибну Аб-Ар-Расиби хотел помешать хариджитам что-либо слушать со стороны противников. И такое человек может заметить даже сегодня во многих заблудших сектах. Он сказал им бросить копья и сражаться на мечах. Далее передатчик рассказывает. И они бросили копья и обнажили мечи. Их встретили копьями. То есть что произошло? Иракская армия встретила их копьями и стала поражать хариджитов с расстояния, не давая им даже пройти с мечом. Далее он говорит, и они начали погибать, падая друг на друга. А мусульмане потеряли в тот день убитыми всего два человека. Тогда Али велел, ищите человека с изуродованной рукой. Они стали искать. То есть Али ибн Абуд Олиб захотел убедиться. Посмотрите на эту набожность. Несмотря на множество описаний и качеств и аргументов, он хотел убедиться и остаться удовлетворенным той битвой, которая была. Они стали искать его, но никого не нашли. Тогда Али отправился сам и подошел к погибшим, которые лежали друг на друге. Он велел снять их друг с друга, и он действительно обнаружил этого человека в самом низу. Али воскликнул, «Аллах велик», а затем сказал, «Правду сказал Аллах и донес до нас его посланник». Тогда поднялся Абид Ассальмани и сказал, «О повелитель верующих, поклянись Аллахом, кроме которого нет иного истинного Бога, что ты действительно слышал это от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Али ответил, «Да, клянусь Аллахом, кроме которого нет иного истинного Бога». И он переспросил его трижды, и тот трижды поклялся. Интересным моментом, связанным с хадисами о хариджитах, является то, что эти хадисы, которые приходят от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, являются великими признаками пророчества Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. То есть, среди всех чудес, которые указывают на пророчества Мухаммада, есть те пророчества, которые указывают на приход хариджитов. Представь, что ты являешься свидетелем тех событий. Али ибн Абутолиб встает, упоминает хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, упоминает этого человека, затем происходит битва, и этот человек убивается. Нет сомнений, что в этом есть доказательство, и это вселяет веру мусульманину в правдивость пророчества Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мы прошли с вами время до хариджитов и время их появления. Здесь уделите внимание тому, что такфир, в который попали хариджиты, не был связан с такфиром того, кто совершает большие грехи. Во многих научных кругах распространена мысль о том, что главной отличительной особенностью хариджитов – это вынесение такфира тому, кто совершил большой грех. В контексте того, о чем мы говорили, если взять период до хариджитов, это период хадисов пророка, мы не увидим, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говоря о такфире, не ограничивал проблему хариджитов тем, что они выносят такфир именно тому, кто совершает большой грех. Первые хариджиты, которые вышли против Али ибн Абу Толиба и являлись истинными представителями этой группы, не имели этой проблемы. То есть Аббуллах ибн Уахб Росиби и первые мухаккимиты, когда вынесли такфир Али ибн Абу Толибу, не по причине того, что он совершил большой грех. У них была проблема с пониманием принятия решений и суда, и они полагали, что решение Али ибн Абу Толиба оспаривает решение Аллаха, и поэтому вынесли ему такфир. Однако эта группа не выносила такфир прелюбодеям, пьющим и ростовщикам. Да, такфир связался с совершением большого греха достаточно рано, но проблема этим не ограничивается. Я считаю, что этот момент заслуживает особого внимания. Нам нужно понимать, что качеством хариджитов, о которых говорил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подразумевают не относиться вынесения такфира тем, кто совершает большие грехи, и история также на это указывает. Это случилось позже и имело место в одной из групп хариджитов, что и отразилось на трудах по убеждениям и на уроках по убеждениям. Неважно, идет ли речь о времени Пророка или о первом появлении хариджитов, первым отличительным свойством является такфир и проблемы, связанные с такфиром. Эти проблемы имеют три истока. Первый исток – считать куфром то, что не является таковым. Чтобы вынести такфир, человек, он должен убедиться в трех вещах. Чтобы действие действительно являлось причиной для такфира в шариате, то есть шариат должен назвать такое действие неверием. Во-вторых, он должен убедиться в том, что человек действительно совершал такое действие. В-третьих, он должен убедиться, что в этом человеке, который совершил это действие, присутствуют все условия, требуемые для такфира. И он лишен всех препятствующих такфиру факторов. При любой несостыковке с этими тремя моментами человек попадает в проблемы, связанные с такфиром. И если за этим последует насилие, то проблема становится еще серьезнее, и на это распространяется порицание, которое встречается в обращении шариата. Среди удивительных вещей, на которые человек должен обратить внимание, что вместе с халатностью хариджитов в вопросах такфира и следующими за ним убийствами, это две вещи, которые шариат очень строго ограничил. Если проанализировать хадисы пророка и коранические аяты, то человек обнаружит, что законодатель поставил строгие правила, касающиеся такфира и убийства людей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если кто-то скажет своему брату о неверующей, то это вернется к одному из них». Аллах, свят он и возвышен, сказал, «Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет гиенна, в которой он пребудет вечно». Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения. Ты видишь, что, несмотря на строгость шариата в этих вопросах, хариджиты проявляют необычайную халатность. Среди исследований, которыми я обрадую своих друзей и которые будет издано скоро, по воле Аллаха, это труд шейха Султана Аль-Амири об основах заблуждений в теме такфира, которые раскрывают многие проблемы, связанные с ним. К научным работам, к которым можно обратиться, относится труд фахта Аджлиана под названием «Тааууль фи-ибахатид-дима». Очень важно посмотреть эту работу. В частности, эта работа рассматривает главную тему. Тему баланса шариата между сохранением жизни и разрешением в некоторых случаях убивать. Это даст человеку понять баланс между этими двумя сторонами. И как соблюсти одно, не упраздняя другое с точки зрения шариата. Главная особенность книги не в попытке подробно решить проблему. Однако принципы дискуссии и утверждений фикка, которые применяет шейх, представляют его понимание противостояния группировкам, стремящихся к насилию. Это научное обращение, которое мы должны взять на вооружение при дискуссиях с теми, кто попал в такую проблему. Более того, книга решает одну из важных проблем. Одна из проблем, которая преследует салафитское движение, заключается в обвинениях в том, что между ним и воинствующими группировками есть сходство с точки зрения идей и теории, но разница лишь в практике. То есть воинствующие группировки осмелились делать то, на что не хватило смелости у других. Эти обвинения встречаются крайне часто и обращены к салафитскому сообществу. Когда человек прочтет книгу шейха Фахда Аджеляна, он увидит, что на самом деле существуют различия во взглядах, то есть нет той идентичности на уровне убеждений. Более того, наша позиция относительно трактовок предозволения чужой крови заключается в том, что этот вопрос не единое целое, а существует множество тонкостей и положений и вопросов, которые разбирали фаб-эги и вывели положение шариата для каждой ситуации. Это отличается от того пренебрежительного отношения у многих организаций, которые покушаются на кровь мусульман. Они говорят тебе, что джихад не лишен ошибок и что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. То есть присутствует некоторая халатность и поиски оправдания для всего, что связано с этим вопросом.